Служба, которая занимается трудоустройством, родилась в молодом советском государстве в 1917-м. Биржа труда почти 100 лет назад уравновесила положение спроса и предложений стремительно меньше, чем за год. Сегодня добрые традиции продолжают служащие центра занятости населения. Первоначально обращаются на ресепшн, где специалист отдела трудоустройства разъясняет, какие у нас есть вакансии, какие документы нужны для того, чтобы гражданина признали безработным, какой у нас режим работы. Зам. директора Ленинского центра Сергей Акимов знакомит нас со структурой подразделения. Ежедневно, кроме выходных, седа обращаются 10-15 человек. Те, кто вдруг остался без работы, кто просто интересуется вакантными местами. Вакансии, к слову, в базе по нашему району 800 и более. Человек может не признаваться безработным, просто прийти к нам, заполнить заявление, анкету. Ему будут даны вакансии, которые у нас есть в распечатанном виде. Он спокойно может выбрать, выписать адрес, телефончик, связаться с работодателем напрямую. Любые вопросы, касающиеся трудоустройства, пособия, правосокращенных, бесплатные обучающие курсы, востребованных специальностей. Сюда стоит прийти, даже если вам просто нужна консультация. Без очередей и лишнего лакита, любой желающий получит квалифицированную и самую полную информацию. Инспектор Нина Черникова сходу вникает в любую ситуацию, а еще напоминает. Услугами центра занятости вполне можно воспользоваться, не выходя из дома. Есть два сайта. трудвсем.ру и мусрег.ру. Например, на сайте трудвсем нужно зарегистрироваться так, что там можно разместить свое резюме и посмотреть, какие вакансии находятся. Наиболее интересующиеся нынче – женщины предпенсионного возраста. Они самые уязвимые. Мужчины и более молодые специалисты в пару кризиса выдавливают прежде всего именно женщин 50 лет. Но и им, казалось бы, самым отчаивавшимся помогают почти всегда и в максимально сжатые сроки. Субтитры создавал DimaTorzok